Здравствуйте, ребята! Мы с вами живем в красивой, уникальной стране. Природа Кыргызстана восхищает своей красотой. На предыдущих уроках географии мы с вами совершили интересные путешествия по Кыргызстану. Сегодня нам с вами предстоит познакомиться с рельефом нашей страны, полезными ископаемыми. Мы рассмотрим, какие природные явления связаны с развитием и формированием рельефа. Но вначале давайте с вами вспомним, что такое рельеф. Рельеф – это совокупность неровности земной поверхности. Рельеф вместе с горными породами – важнейший компонент географической оболочки. По сравнению с другими природными компонентами рельеф более устойчив и изменяется медленнее климата, почв или растительности. Рельеф влияет на климат территории, направление и скорость течения рек, распределение почвенного растительного покрова. Рельефообразующие процессы часто представляют угрозу для населения и требуют постоянного контроля и мер защиты. Какая форма рельефа преобладает в Кыргызстане? Кыргызстан – горная страна со сложным рельефом. Большую часть ее территорий занимает горная система Тиньшани. И на крайнем юго-западе республики расположена часть другой горной системы – Памира-Алая. Рельеф Кыргызстана очень сложный. В основном состоит из сочетания высоких гор и межгорных долин. Абсолютные высоты гор и впадин изменяются с востока на запад. Самые высокие поднятия на востоке – на территории Хантенгринского горного узла, где расположен пик Победы – высочайшая точка Кыргызстана. Но постепенно высота территории уменьшается к западу. Именно здесь находится самая низкая точка – Лялякский район – 401 метр. Таким образом, амплитуда высот на территории Кыргызстана составляет 7038 метров. В местах сближения горных хребтов образуются сложные массивы – горные узлы. Это Хантенгринский горный массив, Акширакский, Талгарский, Талас-Чаткальский, Матчинский горные узлы. Ребята, давайте вспомним, в чем причина разнообразия рельефа. Рельеф сформировался в результате взаимодействия внутренних эндогенных и внешних экзогенных геологических процессов. Эндогенные процессы способствуют формированию крупных форм рельефа. В результате проявления тектонической активности, землетрясения и вулканизма – это в основном созидательная работа. Экзогенные процессы формируют небольшие формы рельефа. В результате проявления работы внешних факторов – разрушения гор и возвышенностей, заполнения впадин снесенными отложениями, то есть продуктами разрушения. В результате различной формы рельефа земной поверхности, образованной тектоническими движениями, подвергаются непрерывными изменениями. Экзогенные процессы рельефа образования наглядно проявляются в выветривании. Выветриванием называют процессы механического разрушения и химического изменения горных пород. Рельеф нашей страны формировался в течение длительного геологического времени. Показателем активности земной коры выступает землетрясение. На территории Кыргызстана ежегодно регистрируется около 3500 землетрясений. С 1970 года произошло более 18 разрушительных землетрясений. Хочется отметить два наиболее разрушительных. В Сусамырское в 1992 году силой 9 баллов. В 2008 году в селе Нура землетрясение было силой 8 баллов. С точки зрения геотектоники, землетрясения являются одним из основных природных факторов, изменяющих поверхность земной коры. Современные черты рельефа Кыргызстана возникли в условиях, когда в одних местах преобладали тектонические поднятия, усиливающие денудацию и эрозионное расчленение. В тектонических прогибах сформировались озерные котловины. В других местах межгорные вогнутые тектонические впадины заполнялись отложениями. Особенно велика роль древних и современных ледников возникновение различных форм рельефа на высокогорьях Тиньшаня. Огромные движущие массы льда изменяли рельеф территории. На многих территориях широко распространены бараньи лбы – это склоны, обращенные навстречу движения ледника, пологие. А противоположные – это крутые троги, корытообразные долины, выработанные ледником, которые расширяют и углубляют горные долины. Кары – чашеобразные выемки на склонах гор, крутыми в верхних частях и более пологими ниже. Цирки – углубления, имеющие округлую форму, выработанные ледником. Огромные массы воды, вытекающей из-под тающего ледника, содержали песчаный материал, который откладывался в низинах. В результате поверхность выравнивалось и формировались марены – это рыхлые отложения, накопленные путем разрушения и перемещения вниз горных пород под воздействием ледника. Водные потоки, образующие из атмосферных осадков при таянии снега и льда, являются одним из самых мощных экзогенных сил. Воздействие проявляется двух основных процессах – эрозии и аккумуляции. Эрозия – это разрушение горных пород и почв под воздействием вод, когда формируются линейно вытянутые понижения, речные долины, глубокие овраги. Отдельные реки, пересекая хребты, образуют ущелье. Например, река Чу пересекает хребет Кунгей-Алату, образовало Бомское ущелье. При этом отложения речных наносов создают аккумулятивные формы. Алювиальные равнины, созданные в результате речной аккумуляции, тянутся вдоль русла реки. Там, где выпадает небольшое количество осадков, ведущую роль в изменении рельефа играет ветер. Вы часто можете наблюдать сползающие вниз по склонам гор обломки горных пород. Это дилювий. А у подножия склонов гор формируются шлейфы, осыпи и забломков горных пород. Интенсивные гравитационные процессы, присущие всем высокогорным странам, характерны и для теньшанских гор. На горных склонах, в предгорьях и наклонных равнинах встречаются формы рельефа, возникшие под воздействием подземных вод. К ним относятся различные оползни, суфазионные и карстовые формы. На территории Кыргызстана насчитывают более 5000 активных оползней. В различной степени опасности подвержено 396 населенных пунктов. В потенциально опасных зонах находятся до 10 тысяч жилых домов. Особую опасность представляют оползни, формирующие вблизи хвостохранилищ Кыргызстана. В случае разрушения хвостохранилищ оползневыми потоками в опасности могут оказаться здоровье населения и экология не только нашего края. Для предотвращения опасной оползневой деятельности проводится террасирование склонов, посадка деревьев. На территории Кыргызстана насчитывается около 3900 селевых бассейнов рек, а также до 2000 высокогорных прорывов опасных озер, из которых до 200 имеют высокую вероятность прорыва. В зонах возможного поражения различной степени находится более 300 населенных пунктов. В 1153 населенных пунктов зафиксированы случаи селевых потоков, приведших к различным ущербам. Прорывоопасным высокогорным озерам относятся озера трех типов – Завального, Ригельного и Марьена-Ледникового. Иногда одноразовый сель может вынести такое количество наносов, которое сравнимо с результатами тысячелетий деятельности проточных вот этой долины. Различные формы и типы рельефа в целом подразделяются на три генетические объединения. Тектонико-денудационные, тектонико-денудационно-аккумулятивные и тектонико-аккумулятивные. На основе этих групп на территории Кыргызстана выделены 12 типов рельефа. Типы рельефа, относящие к тектонико-денудационной группе, характерны для высоких и средневысоких гор. Тектоническое поднятие здесь сопровождается денудационным разрушением. Эрозионное расчленение выносило материалы разрушения с гор. Глубина расчленения местами превышает 1000-2000 метров. Типы рельефа выделяются в зависимости от времени образования горных пород и высоты гор. Основные формы рельефа скалистые пики и гряды. Типы рельефа, относящие к тектонико-денудационно-аккумулятивной группе, распространены в предгорьях Ферганской долины, хребтов Кыргызского Аллатоа, Тверской Аллатоа, Сусамырской, Качкорской, Средненарынских впадин. Формы рельефа этого типа занимают возвышенности и адыры вдоль подножий хребтов. В окраинах частях внутренних впадин. Рельеф разнообразный от пологого выпуклых гребней до сильно расчлененных адыров. Глубина расчленения составляет 100-250 метров, а в отдельных случаях доходит до 350-400 метров. В речных долинах наблюдается терраса. Типы рельефа, относящиеся к тектонико-аккумулятивной группе, в основном составляют равнины. Котловины, заполненные рыхлыми наносами, снесенными с высоких гор в результате эрозионных процессов, превращены в равнины. Образованные таким путем наклонные равнины занимают побережье из Сыкуля, днища Чуйской, Таласской и других долин. По геологическому строению и времени формирование рельефа, типы рельефа можно объединить в геоморфологические комплексы. По мнению геоморфологов, территория Кыргызстана подразделяется на следующие комплексы. Подгорно-равнинный, низкогорный и адырный, высоко- и среднегорный. Комплекс рельефа подгорных равнин характеризуется окраинными, обширными впадинами и крупными межгорными долинами. Чуйская и Ферганская долины, Иссыкульская, Таласская, Алайская котловины. Со времен начала тектонических движений до наших дней, их днища заполняются наносами, продуктами выноса рек с гор. Подгорные равнины распространены и в межгорных долинах. Можно встретить равнины и в высоко приподнятых долинах. Аксай, Арпа, Сонкюль, Атбаши. Комплекс низкогорий и адыров, расположенный между основными горными хребтами и аккумулятивными равнинами. Возвышенности, составляющие основную часть формы рельефа, называются в Фергане адырами, а в северном Тиньшане прилавками. К этому комплексу относятся адыры и низкогорья, обрамляющие Ферганскую долину. Предгорья хребтов Тирский, Кыргызский и Таласский Аллатоу. Основные формы рельефа в межгорных долинах и впадинах внутреннего Тиньшане невысокие останцы возвышенности, подвергшиеся мелкому и резкому расчленению, а также эрозионные расчленения отложений на днищах долин и обнажение коренных пород. Такие комплексы рельефа называются чапами. Комплекс высоких и средневысоких гор занимают большую часть территории Кыргызстана. В основном они сложены плотными кристаллическими породами протерозойского и палеозойского возрастов. Основные типы рельефа тектонико-денодационные, эрозионные, характерны глубокие расчленения местами до двух тысяч метров. Густота расчленения также очень высока. На водораздельных гребнях и близких к ним участках распространены острые скалистые пики, отвесные скалы, корытообразные долины, креслообразные кары, цирки, ледники и вечные снега. Недра нашей страны богаты различными полезными ископаемыми. Полезные ископаемые – это минеральные образования земной коры, которые могут эффективно использоваться в хозяйстве. Скопление полезных ископаемых образует месторождение, а при больших площадях – распространение. Бассейны – это сырье для горно-химической промышленности, полудрагоценные и отделочные камни, строительные материалы, минеральные воды, лечебные грязи. В результате своей сложной геологической истории Теньшан оказался одним из самых перспективных районов планеты в отношении полезных ископаемых. Здесь сочетаются толщи самых разнообразных по возрасту и составу осадочных напластований. Встречаются такие полезные ископаемые, как уголь, нефть, уран, азокерит, сера, различные соли. А также в результате вулканизма и термальных процессов здесь встречаются самые различные минералообразования, с которыми связаны месторождения железа, меди, свинца, серебра, мышьяка и других цветных редких металлов. На территории Кыргызстана разведано около тысячи больших и малых месторождений золота. На сегодняшний день Кыргызстан входит в первую десятку стран по запасам золота. Крупнейшим месторождением является Кумтор, которое было открыто в 1992 году. Рудник занимает седьмое место в мире по запасам золота. Здесь вместе с золотом можно извлечь серебро, вольфрам, телур, платину, палладий и другие драгоценные металлы. Из золоторудных месторождений разрабатывается Макмальское месторождение. Перспективным является Джейруйское месторождение в Талайской области. Рассыпное золото из отложений извлекается на Четкале, Касан-Сае и в Сумсаре. Открыто месторождение Талды-Булак в Кемине. Горючим ископаемым прежде всего относятся угольные месторождения. По обнаруженным запасам угля Кыргызстан занимает одно из ведущих мест в Центральной Азии. Все обнаруженные на территории республики угольные месторождения расположены среди отложений Мезозойской эры. С точки зрения промышленного и энергетического потребления уголь это черное золото. Уголь для Кыргызстана это бесценный дар природы и стратегическое сырье. На территории Кыргызстана известно около 70 месторождений и проявлений угля. Каменно-угольные месторождения в республике объединяются в 4 бассейна и 3 угленосных района. Нефтяные и газовые месторождения встречаются в северной части Ферганской долины. К настоящему времени известно 4 нефтегазовых, 2 газовых и 1 нефтегазоконденсатное месторождение. По запасам все разрабатыванные месторождения являются мелкими, малопродуктивными. Большинство нефтяных и газовых месторождений содержат много воды. Требуется применение новейшей технологии. В Кыргызстане имеются месторождения железа, титана, ванадия. Среди местоположений железа в наиболее значительном объеме встречаются месторождения осадочно-метаморфического типа. Житимский железорудный бассейн, начиная с 30 километров на восток от города Нарын, протягивается на 70 километров до реки Большой Нарын. По запасам железных руд Кыргызстан занимает ведущее место в СНГ. Наша сюрма является мировым эталоном по чистоте. По месторождениям ртути и сюрмы республика занимает видное место в мире. Сюрма – малораспространенный продукт в мире. С середины прошлого века металл производит кадамшайский сюрменной комбинат. В Айдаркане и Чаувае преобладают ртутные месторождения. Айдаркан – единственное предприятие, поставляющее ртуть на мировой рынок. Камнеобрабатывающая промышленность обеспечена запасами высокодекоративных гранитов, цветных мраморов, мраморного оникса, известняков-ракушечников. Декоративный мрамор можно разрабатывать и продавать по высокой цене. Самое знаменитое из них – арымское месторождение, которое находится на юге страны. Свинья цинк совместно образуют полиметаллические месторождения. Они, как правило, отличаются высокой концентрацией металлов. Основные месторождения – Кельшанык, Каркама, Акташ в Таласском, Аллатоу, Борду, Тимиртор, Булак в северном Кыргызстане. Висмутовые руды совместно с серебром и мышьяком найдены у Муштати. Месторождение олова в долине реки Сарыджас. К неметаллическим месторождением относятся залежи и скопления строительных материалов – глины, песка, гравия. Среди них особое место занимают месторождение драгоценных и декоративных камней. Тахты, лык, нарэнтоу, где залегают тапаз, аквамарин, нефрит, рдонит, горный хрусталь, полевой шпат. Кыргызстан богат и минеральными водами. Известны более 20 источников углекислых вод. В настоящее время используются источники Аксу, Арашан, Карашаро. В местах выката термальных источников функционируют лечебные курорты Иссыката, Джалабад, Житогус, Джергалан. Кроме термальных источников встречаются сероводородные – Чингерташ, Майлису и йодопронистые воды, оказывающие благотворное влияние на человеческий организм. Крупные запасы лечебных грязей залегают на Иссыкуле, Джалабаде, в местах выхода источников Чуйской долины. Общий объем их превышает 5 миллионов кубических метров. Итак, ребята, наш урок подошел к концу. Но прежде чем мы с вами попрощаемся, давайте закрепим пройденный материал. И первый вопрос. Что такое рельеф? Рельеф – это совокупность неровности земной поверхности. Основными рельефообразующими факторами являются. Основными рельефообразующими факторами являются эндогенные и экзогенные процессы. Найдите соответствие. Эндогенные и экзогенные процессы. Эндогенные процессы – внутренние, экзогенные процессы – внешние силы. Как называется форма рельефа расположена между горными хребтами? И правильный ответ – межгорная долина. Определите по фотографии вершину горы в Кыргызстане. Правильно, пик победы – 7439 метров. Итак, ребята, наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok